Всем привет! Если вы знаете, как писать 8-битную музыку, что такое LSDJ, что такое Smart64.gb.song.sav, то можете ставить лайк и не смотреть это видео, потратить время на какие-то более полезные дела. А если всё, что было сказано сверху для вас, показалось чем-то новым и интересным, то тогда готовьтесь! Сейчас я предоставлю вам возможность прямо сегодня уже начать делать свои первые качественные шаги в 8-битной чип-тюн музыке. Итак, погнали! Значит, первое, что нам нужно, давайте создадим новую папку на рабочем столе, назовём её 8-бит. Всё, что нам понадобится. Так, окей, мы собрали папку, и теперь давайте будем её наполнять. Я надеюсь, что вы выполнили домашнее задание и имеете на счёте PayPal несколько долларов. Один, как минимум один, нам понадобится на то, чтобы купить официальный, оригинальный ROM-программы игры LSDJ, Little Sound DJ. Это софт, на котором музыканты пишут свою музыку. Так, погнали! Значит, я подготовил для вас несколько файликов, их можно будет скачать в описании к видео. Вот, для начала нам интересен будет файл-инфо. Здесь есть все ссылки. Чтобы скачать ROM, копируем сайт LSDJ, открываем браузер. И погнали! Здесь написана информация по поводу этого трекера. Почитайте, это всё очень интересно. На данный момент нас интересует кнопочка ROM HERE – Донат. Смотрите, в чём преимущество купить сейчас один раз за доллар и лицензионную версию? В том, что у вас всегда будет доступ к последней, к самой актуальной версии программы, которые не так уж часто и пиратят, у вас будет полная поддержка. И вы сможете использовать этот ROM на PSP, Game Boy, на приставках семейства Nintendo, 3DS, DSI, New 3DS, Excel, на Switch. Вы можете использовать свой планшет, свой телефон, компьютер и практически любое устройство, которое позволяет вам эмулировать Game Boy. Итак, тыкнули на донат. Донат показываемся в окне. Минимальная стоимость – это доллар. Ну, если вам сильно нравится, можете тратить два, но для начала один. Что делать с другим долларом, я расскажу. Так, всё, тыкаем донат. Заполнять здесь ничего не нужно, если вы уже зарегистрированы в системе PayPal. Вводим код и нажимаем несколько раз «Далее». Я не буду вам сейчас делать это целиком, чтобы не спалить некие свои данные, но после того, как вы отправили деньги вам на почту, на которой зарегистрирован PayPal, придёт письмо, в котором будет вот эта ссылка. И ваш логин и пароль. Поэтому, сейчас я открою другой браузер, где у меня есть PayPal, и введу эту ссылочку. Итак, для начала мы качаем ROM. ROM – это full version. Здесь есть много директорий, мы разберёмся с вами попозже, что есть что. Берём full version. Так, последняя версия 7.9.0. Смотрите, ещё вчера было 7.8.9, сегодня уже 7.9.0. Окей, качаем самую актуальную версию. И на этом этапе у нас спрашивают логин и пароль, который пришёл к вам в письме. Вот за него мы платили деньги. Окей. И мы скачали. И мы скачали наш ROM. Окей. Так, рабочий стол, папка 8-бит. Окей. Извлекли. Проверяем. Вот, это наш ROM. Это непосредственно сама программа, это игра, в которой мы будем писать с вами классную музыку. Окей, мы сделали ROM. Теперь этот ROM нужно в чём-то открыть. Мы берём с вами эмулятор BGB для компьютера. Если у вас есть LSD, если у вас есть Game Boy или какие-то приставки, то научимся делать это на них. Итак, качаем BGB. Это эмулятор. Download, Download. Показываем в папке, вырезаем. Так, где наша папочка? Мы собрали с вами 8-бит, копируем и извлекаем сюда. Окей, теперь у нас есть папка с эмулятором, чтобы открыть этот ROM. Дальше. Нам понадобится с вами файловый менеджер, поскольку всё началось с того, что я выложил видео со своим треком и скинул его сохранение в расширении LSDJ Song. И никто не смог его открыть. Так, для менеджера нам понадобится Java. Если у вас нету, то качайте по этой ссылочке. А дальше берём ссылку с GitHub. Так, и качаем свежую версию менеджера. На данный момент это 1.0. Окей, качаем. Сохраняем. Вырезаем. Так, 8-бит, 8-бит. Окей, теперь у нас есть менеджер. И дальше нам необходимы файлы самих песен. Тюнов. Эту папочку вы скачаете у меня. Окей. Значит, мы скачали всё необходимое. Теперь рекомендую всё держать в папочках сразу с нормальными названиями. Иначе будет путаница, поскольку у меня на компе, на всех моих жёстких дисках внешних, и на стационарном компе, и на ноутбуке, в каждой папке есть папка, в которой есть файл с названием LSDJ.sav. Поскольку, находясь в одной папке, как минимум для PSP, ну, в общем, я рекомендую с самого начала приучить себя называть их одинаково. Файл непосредственно игры и файл сохранения LSDJ, там, с маленькими и с большими, но без версии, без цифр, чтобы у вас корректно это отображалось в различных ваших девайсах. Так, что ж, давайте теперь попробуем эмулятор. Открываем BGB. Он открылся. Всё. Здесь есть точка GB, это расширение непосредственно игры. Переносим. Попадаем с вами в тест. Start — это Enter, Shift — это Select, AF — это B, SE — это A. Всё работает. Окей. Тест провели. Что ж, теперь закидываем LSDJ, который мы купили. Проходит проверка памяти, и сейчас уже появился файл .sav. Это сохранение, привязанное к этому ROM. Сейчас мы пройдём проверку, и оно будет пустым. Перед вами откроется программа, и уже сейчас вы на этом этапе можете писать музыку. Так, насчёт управления. Перемещение между окнами данной программки проходит через клавишу Shift, ну, то есть Select вправо-влево, Select — вверх. Так, Play — это Start, но сейчас у нас здесь пусто. Так, что нас интересует? Смотрите, идём в Load, и здесь пусто, поскольку этот файл мы собрали только что. Дальше. Чтобы понять, как здесь чем управлять, есть замечательная вкладочка Help, и в ней вы можете посмотреть весь список команд, что значат кнопки, и как этим пользоваться. Также в интернете огромное количество видео, самоучителей, уроков, как пользоваться LSDG. Итак, теперь наша задача в пустой сав закинуть треки, которые я опубликовал заранее. Открываем менеджер. Достаточно простое окно. Открываем сав. Он находится у нас в папочке. LSDG треки. А, нет, нет, нет. Стоп. Сав – это то, что мы собрали. Вот, он открылся, он пустой. Теперь мы добавляем в него треки. Song. Так, 8 бит треки. Так, берём первый трек. И я вам закинул сразу бонус. Берём бонус трек. Теперь мы это дело сохраняем. Закрываем. Открываем эмулятор. Кидаем в него... Тан-тан-тан! Кидаем в него ROM. Он пустой, но теперь мы уже можем загрузить. Видите, появилось два наших трека. Открываем их, нажимаем Enter. И погнали! Перемещаемся, слушаем. Можно посмотреть мои инструменты. Пользуйтесь. Так, открываем бонус трек. Ну, его воспроизведёте сами. На этом вкратце и всё. Вы уже сегодня можете, посмотрев ещё несколько видео, почитав, может быть, мануал, можете начать делать свои первые классные, правильные, грамотные шаги в создании 8-битной чипсюн музыки. Так, если у вас есть ещё какие-то вопросы, вы хотите узнать о чём-либо, и вам нравится этот формат, это моё первое видео, оно скомканное, непонятное, но так будет в тысячу раз проще, чем писать миллион постов, то пишите в комментарии, ставьте лайки, отправляйте ссылку друзьям, которые хотят заниматься пиу-пиу музыкой. Вот, на этом, в принципе, всё. И ещё доллар, который у вас остался на PayPal, вы можете потратить, перейдя по ссылочке «Последняя музыка» на лейбле Bleep Love и задонатить, скачать свежий специальный сборник от лейбла, в котором есть 14 работ музыкантов, из них, наверное, штук 10-12 выполнены в трекере LSDJ. Это позволит вам расширить кругозор, даст полное представление о возможностях программы и, конечно, вдохновит вас на создание качественно хороших мелодий. На этом всё. До встречи. Слушайте и пишите хорошую музыку.